Упражнение по конкретному толкованию Петр и Андрей нам будут рассказывать Чтобы немножко сэкономить время Я буду задавать Петру и Андрею вопросы И попросить на эти вопросы ответить Причем отвечать достаточно коротко Сформулируйте пожалуйста проблему Которая вынесена в заголовок вашего исследования Петр Андреевич, о чем вы будете говорить? Мы сегодня будем говорить о вопросе Который Павел обращает к Титу и Тимофею В послании о состоянии служителя Вопрос заключается в следующем Что значит муж одной жены? Что значит муж одной жены? Петр, Андрей, а какая мне разница Что значит муж одной жены? Какое практическое значение Имеет мой ответ или моя интерпретация Этой фразы или этого слова точнее? Прежде всего это показатель того Какой человек может выбираться на служение То есть быть служителем Его моральное и семейное положение Определите пожалуйста Что значит служителем Исходя из того фрагмента Назовите, кстати говоря, фрагмент С которым вы работаете сначала Служителем называется Ятор, епископ, паспорт Епископ, паспорт Слово епископ Вы помните откуда происходит И что оно означает? Епископ это кто? Это человек поставленный во главе Либо одной церкви Либо, что вполне возможно Даже некое объединение Ну области Некое объединение церквей То есть когда речь идет о служителе Мы не ведем речь Допустим, я не знаю О руководительной воскресной школе Или еще чем-то Школы или еще чем-то Мы имеем в виду Пасторское, епископское служение Служение руководства церкви Значит, от ответа на вопрос Что значит муж одной жены Будут зависеть наши критерии Один из наших критериев Поиска, выбора епископа Какие варианты толкования Вот этой фразы Муж одной жены Вы можете привести? Как ее можно понимать? Ну, первый момент Есть толкование Относительно данного повеления Что он говорит Павел говорит своим оппонентам Об исключении полигамии Как бы многоженства Короче говоря, епископ не может быть Мужем нескольких жен одновременно Да Так, какие проблемы существуют С таким толкованием? Давайте просто исключать Проблема заключается в том Что сама Библия отвечает на два вопроса Это Бытие 2.24 Учение Иисуса Христа Это Матфей 19.5.6 Марк 10.6.9 И также Павел сам говорит Ефесянам 5.31 По этим вопросам То есть муж должен быть Одна жена Одно целое Так Муж и жена Одно целое И там не сказано Что есть еще кто-то Брат, совершенно верно И более того В это время Вопрос о полигамии Многоженстве Ни у евреев Ни у греков Не вставал Не возникал То есть Тут было совершенно очевидно Что в этом плане Он должен быть мужем Одной жены Значит идея Несколько жен одновременно А у нас исключается Какие есть еще толкования? Второе толкование То есть Говорится о том Что кто женат во второй раз После смерти жены Не может быть Это похоже на предыдущее Толкование Но в многоженстве У нас имеется муж Нескольких жен Одновременно В данном случае Муж нескольких жен Но не одновременно Значит После смерти жены Вот Человек Не может быть Епископом Если он Будет мужем Другой жены Так Какие плюсы и минусы Этого толкования? Давайте Значит Библия сама отвечает На эти вопросы И мы знаем Что записано Первое Тимофея 5.14 И первое Коринфянам 7.39 Я зачитаю Жена связана с законом Доколе жил муж ее Если жил муж ее Умер Свободно выйти За кого хочет Только в господи То есть Значит Может заниматься Служением Тот кто Тот кто вышел Второй раз Да Тот кто женился Второй раз Да Скажите Это конечно хорошо Но здесь Развесть возражения В данном случае Говорится Что человек У которого Жена умерла Или Жилищно У которого муж умер Они не связаны Обязательствами брака Они могут выйти Выйти замуж Или жениться Но Не говорится о том Что Они при этом Имеют все те же права Все те же возможности К служению Как и Люди Не стоящие В втором браке Можно ли Из того Что Он свободен Или она свободна Делать вывод Что свободна Для всего В том числе И для христианского служения Ну да Это Можно делать Из этого вывода Следующим образом Почему То есть Здесь Направится Еще третий Как бы вывод То есть Человек Ну Этот момент Что человек Разведенный Должен отделяться От церкви Ну то есть Не занимать Определенных мест Разведенный Разведенный То есть Здесь Опять же Есть Толкование Библии Это На основе Чего Вы на основе Этого стиха Видите Что он муж Одной жены И соответственно Разведенный Человек Под этот критерий Не попадает Нет Не на основании Этого стиха А на основании Того Что Вот 7.15 Сказано Если же Неверующий Хочет развестись Пусть разводится Брата Или сестра В таких случаях Не связанных Миру Признал Призвал Нас Господь То есть Никакие другие Дисциплинарные Взыскания Не соответствуют Ну вернее Последствия В церкви Не накладываются На человека Который разводится Хорошо Значит Он разведен Допустим Допустим От него ушла Неверующая жена Он уверовал От него ушла Неверующая жена Может ли он При этом быть Пастором Служителем Да Вы говорите Да Да То есть Никакие Другие К нему Требования Здесь не наложено То есть Сама Библия не говорит О том Что надо Выгонять его Или какое-то Особое ему положение Так Хорошо А теперь Тогда у меня К вам вопрос Вот Первое послание Тимофею Третья глава В самом начале Главы Этой Во втором стихе Говорится о том Что он должен быть Одной жены муж А несколькими стихами Позже Четвертый стих Хорошо Управляющий Домом Своим Детей Держи 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 В послушании Со всякую Честностью Ибо Кто не умеет Управлять Собственным Домом Тот Будет Лепещись От церкви Божьей А если От человека Ушла Жена Пути даже Неверующая Жена Можно ли Сказать Что человек Хорошо Управляет Своим Домом Если Нельзя То Не значит Ли Это Что Вот Такое Такой Человек Исключается Для такого Человека Епископом Быть Быть Он Не Сможет Мы Знаем Что Каждый Себя Достат Ответ И Поэтому Это Не Может Быть Аргументом Не Может Отвечать Сын За Отца Или Жена За Муж За Жену Правильно Хорошо У Нас Пока Если Сам Человек Если Жена Ушла Отпал Вариант Многоженства Отпал Вариант Многоженства Отпал Вариант Многоженства Отпал Вариант Муж Одной Жены Если Человек Потерял Жену Она Умерла Допустим И Новый Он Снова Жнат Он Все равно Может Быть Филипистом Служительным Потому Что Все равно Муж Одной Жены Какие Еще Варианты Толкования Я Даже Подскажу А если Этот стих Толковать Как Женатый Человек И Делать Следующий Вывод Неженатый Мужчина Не Может Быть Епископ Служителем Да У меня Такое Мнение Было Именно Я Вначале Когда Молился Я Имел Такое Мнение Поэтому Благодаря Этому Курсу Бог Открыл Мне Некое Другое Представление И Понимание Давайте Сначала Обоснуем Вот это Мнение Насчет Того Что Неженатый Человек Неженатый Мужчина Не Может Епископ Это Мнение Сам Отрицает Сам Павел Записано Первым Коринфянам 7.8 Он Не Был Женат Он Не Был Женат Но Он И Не Был Епископ Он Основывал Церкви Он Ставил Служителей И Шел Дальше Основывать Новая Церковь Именно Поэтому Он И Не Был Епископ Я Скажу Вам Потому Что Не Подходил Под Это Требование А Тимофей А Вот Не Известно Он Сопровождает Павла Павла Направляет На Служение Тимофей И Потом Тит В частности Исполняет Пастырское Служение Насчет Их Статуса Ничего Не Сказано Петр Женат Да Петр Женат Это Мы Точно Знаем Это Нам Теща Рассказала Начинаем Читать Евангелие Видимо Иисус Приходит Тещу Петра Исцеляет С Петром Все понятно С Павлом Не очень Не очень Понятно И вот Кто-то Скажет Как Вы Сейчас Сказали Да Смотрите Павел Был Епископом Был Служителем Поскольку Даже Потому Что Не Был Женат Другие Ответят Не Ребята Именно Поэтому Павел И Шел Дальше Не Потому Что Ему Епископскую Должность Не Давали А Он Шел Дальше Потому Что У него Призвание Было Божие Основывать Новые Церкви Так Он Был Устроен И Этот Спорт На самом деле Действительно Идет Разные Церкви Решают Этот Вопрос Также По-разному Но Вы Насколько Я Понимаю Переосмыслили Вы Пошли Дальше Если Вы Отказались Или По-крайней Мере Поставили Под сомнение Мысль О том Что Это Слово Нужно Трактовать Как Женатый То Как К чему Вы Пришли К Какому Толкованию Вы Все-таки Пришли Я Пришел К Следующему Толкованию Вопрос Не В семейном Положении Руководителя А В его Моральной И Половой Частоте Да И Эта Фраза Из Комментария Насколько Я Да Какой Комментарий Маккарту Маккартура Вот Это Между прочим Естественно Это Достаточно Частое И Самое Частое Трактование Данного Стиха По-английски Это Буквально One Woman's Man То Есть Человек Который По Своей Сущности По Своему Внутреннему Устройству Ну Как Объяснял Один Пастор Не Бабник Бабник Это Many Women's Man Человек Который Распыляется На многих Женщин Который Не умеет Хранить Верность Который Не Предан Одной Жене Да Вот Пастор Служитель Епископ Это Муж Одной Жены В том Плане Что Это Человек Который Ассоциирует Себя Который Ассоциирует Свою Жизнь Который Морально И физически Прилепен К Одной Жене Кстати Говоря Если Трактовать Таким Образом То Вот Этот Критерий Применяется Можно Применять И к Неженатым Тоже Тогда Он Работает Следующим Образом Может Ли Неженатый Мужчина Быть Епископом Быть Служителем Серьезным Служителем Ну Посмотрите На Его Отношения С Женщинами Которые Существуют В данный Момент Как Он Относится К Женщинам Может Быть Он Неженатый Потому Что Там Уже Всем Сделал Предложение Сначала Одно Другое Третье Вот Получил Отказ Может Быть Он Неженатый Потому Что Он Со Всеми Гуляет Ну Тогда Простите Пожалуйста Да Или Презятые Отношения К Женщинам Простите Пожалуйста Он Не Готов Быть Епископом Не Готов Быть Служителем Именно Потому Потому Что Он Не Муж Одной Жены Потому Что Его Отношения С Женщинами Сейчас Выглядит Не Так Как Этого Хочет Бог Причем Обратите Пожалуйста Внимание Почему Это Еще Сильная Интерпретация Перед Ней Слово Непорочен Непорочный В данном Случа Это Человек Которого Не Могут Обвинить По Поводу Которого Не Могут Сказать А Вот Там Тебя Видели И Так Далее У Которого Хорошая Репутация Скажем Так И Ну Вот Когда Человек Ни Одной Жены Муж А Многих Жен Муж Женат Не Женат Очень Не Важно Репутацию Это Рушит И Рушит Очень Быстро И Легко Это Человек Не Готов Быть Епископом Дальше Другие Вещи Которые Тоже Рушит Репутацию Пьянство Поэтому Трезв Целомудрие Благочиние То есть Человек Не Не Ругается Не Выходит Из себя Честен То есть Вот Это Перечисляются Вещи Связанные Не С Штампом В паспорте А С репутацией Человека Поддержите ТВС Молитвой И Финансами Не Рассчитывайте Что пожертвует Кто-то Другой Так Думают Многие И Хорошие Проекты Перестают Существовать Информацию О чем Молиться И Как Пожертвовать Вы Можете Найти На Сайте 3w tv Seminary .com Вот Все Другие Интерпретации Например Мы Скажем Это Значит Что Епископ Обязательно Должен Женат Тогда Непонятно Сначала Речь Идет О Положении А Все Остальные Прилагательные Касаются Репутации Вот Или Начать Разбирать В то Что Я Попытался Подтолкнуть И Вы Правильно Сделали Что Туда Не Подтолкнулись Начать Разбирать Вопросы О том А если Там Умерла Жена А если Там Второй Раз Браке Нет Нет Ребят Стоп Стих Стих Об Стих О Моральных Качествах Потому Что Тогда Это Прилагательные Сочетается Со Всеми Остальными Я Не Знаю Как Вы А мне Доводилось Быть Даже На Собрании Совета Церкви Когда Обсуждалась Кандидатура Кандидатура Потенциального Пастора И Ставился Вопрос А то Как раз В связи С событиями Его Жизни И Недуховными Событиями Не Моральными Событиями А Чисто Физическими Событиями Его Жизни После Того Что Случилось Тогда Имеет Он Право Быть Епископом И Ссылается На Вот Этот Стих О Его Устройстве О Том Каков Он Этот Человек И Дальше Уже Четвертый Стих Хорошо Управляющий Домом Своим Это Уже Качество Но Качество Или Скажем Это Дела Действия Проистекающие Из Внутренних Качеств Вот Что Мы С Вами Сделали Мы Решили Опять Очередную Экзогетическую Задачку Или Комеретическую Задачку Мы Определили Проблему Мы Определили Практический Смысл Этой Проблемы Почему Ее Важно Решить Мы Выяснили В чем Центр В чем Суть Проблемы Тут Проблема Была В Значении Слова Которое По Интерпретаций Мы Перечислили Плюсы И Минусы Каждой Из Этих Интерпретаций И Мы Нашли Одну Интерпретацию В данном Случае Это Было Довольно Легко Нашли Одну Интерпретацию Которая Наилучшим Образом Соответствует Контексту Так Решается Вопрос И Еще Одна Пара Спасибо Большое Один За Всех Вот А Еще Одна Пара Получила Задание По поводу Анания И Сапфира Это То За что Упрекают Христиан Атеисты Смотрите Какое Смотрите Какая жестокая Штука Эта Церковь Смотрите Какая Несправедливая Штука В чем Взяли Умертвили Да А Значит Кто у нас Эту Тему Представляет Сегодня Пожалуйста Мы Обратимся К Святому Девчонку Глава Пятая Девчонку Будем Читать С 1 По 10 Стих Нет Ребята Прежде всего Прочитайте С 1 По 10 Стих Я Чуть Вернусь На задрак Я вернусь К 4 Главе К Установкам Жизни Общения Ранней Церкви 32 Стих У Множко Уверовавших Было Одно Сердце И Одна Душа Обратите Просто Внимание На это Единство Слушайте Прежде чем Говорить О вещах А прежде Чем Говорить О владении Материальном Лука Начинает Говорить О единстве Сердца И души Чем Община Верующих Отличается От кухни В коммунальной Квартире Ведь Кухни Кухни Коммунальной Квартиры Иногда Тоже Какие-то Вещи Бывают Общие На кухне Стоит Общая Плита Общая Ракобина Немножко Рядом С кухней Стоит Простите Общий Туалет Общая Ванная Можно Ли сказать Что жители Коммунальной Квартиры Живут Аки В ранней Церкви Почему Потому что Каждый Своя цель Единства Души У них Единства Сердца Единства Устремления У них Нет Именно Поэтому Кроме Приятных Задушевных Бесед На кухне В коммунальной Квартире На той же Кухне Может быть Совершенно Неприятная Ругань Слушайте А жил кто-то Из вас Коммунальная Квартира Это штука Которая давно Уже В прошлое Ушла Или кому-то Все-таки Она еще Знакома Из вас Жил Я жил Есть Да И Сейчас Есть Да Даже Случай Это не Коммунальная Квартира Когда вы Живете Не в своей Семье У кого-то Снимаетесь Самое Интересное Вот Школа Жизни Такая Бои Университеты Да Значит Смотрите Прежде чем Говорить О Собственности Говорится Об этом 8 Примусов Ну Видите Вот Примусы Все-таки Свои Естественно И никто Ничего И никто Из имения Своего Не называл Своим Но все У них Было Общее Но опять Таки Об этом Говорится После того Как Сказано Было О Едином Сердце Единой Душе Вот Эта Деталь Для нас Будет Архиважна Немножечко Дальше Сила Апостолов Служение Апостолов 34 стих Не было Между ними Никого Нуждающегося Ибо Все Которые Владели Землями Или Домами Продавая Их Приносили Цену Проданного И полагали К ногам Апостолов Пока Да Девушки Инна И Алина Аскажите Пожалуйста А вот Как вы думаете Те слова Насколько Те 4 главе Насколько Они к нам Относятся Иными словами Ведь описана Идеальная Вообще Жизнь Христианской Церкви А что ж Мы так Не живем Ну потому что Сейчас у нас Очень много Нуждающихся Ага Если всем Продать На всех Не хватит Нет Просто Кажется Что присвоить Себе Сейчас Немножко Другое Время И моральные Ценности Устарели А моральные Ценности Устарели Это очень Замечательно Но совершенно Я думаю Задумайтесь Что вы сказали Моральные Ценности Устарели Какие Ценности Устарели Изменились Что-то Изменилось Да Наверное Нужно Начать С 22 Съезда Партии Где Доклад Крущева Что Построй коммунизм Нужно Успитать Нового Человека А с новым Человеком Как-то Туго Получилось То есть С новым Было бы Хорошо Без нового Получается Туго Вот А Хрущев же Тогда Еще и От христиан Пытался Избавиться А Бог и Творит Новое Творение Чтобы Создать Новое Человек Человека По крайней Мере Нужна Богу Эта Возможность Трудиться Вот Значит Смотрите Это Описание Не Предполагалось Что Так же Будут Устроены Все Христианские Общины Почему Не Предполагалось Потому Что Потом Куча Христианских Общин Начиная От той же Антиохии У которых Такого Устройства Не Было Антиохия Общины Которым Обращался Апостол Павел Которым Обращались Другие Апостол Ранние Церкви Ни Одной Из Общин Ни Один Ребята Вы Все Делаете Неправильно Смотрите Руссалимскую Церковь Продавайте Все Что У вас Было Есть И Складывайте Деньги В Один Котел Предписание Нет Есть Описание Поэтому Попытка Сделать Это Сегодня Будет Следствием Неверной Интерпретации Неверного Толкования Мы Путаем Предписание Описание Возвращаемся К нашему Вопросу Итак Они Начинают Все Они Все Продают Предполагают Капанагам Апостол Опять Так Они Руководствуются Общностью Которая Между ними Есть И Пример Так Иосия Прозванный Апостол Варнавою Что Значит Сын Утешения Левит Родом Киприянин А у Которого Была Своя Земля Смотрите Под Иосия Похож На Ананию На самом деле У него Своя Земля Продав Ее Принес Деньги И Положил К ногам Апостолов Вот Это Следствие Того Что Они Жили В едином Духе Единым Сердцем Единодушую А теперь Пожалуйста Инна и Алина Мы хотим Сочетать Сначала С первой Десятой Главой Некоторый Жи Муж Именем Анания Женой Свою Сапфиру Продав Имение Утаил Из цены Сведомо Из жены Своей А Некоторую Час Принес И положил К ногам Апостолов Но Петр Сказал Анания Для чего Ты допустил Света Не вложить В сердце Твое Мысль Солгать Духу Светона И утаить Из цены Земли Чем Ты Владел На Твое Ли Было И Приобретенное Продажей Не в Твоей Ли Власти Находилось Для чего Ты Положил Это В сердце Твое Ты Солгал Не Человеку А Богу Услышав Сие Слово Анания Пал Бездыханием И Великий Страх Объел Всех Слышащих Эта И Вставшие Юноши Приготовили Его К погребению И Вынесли Похранили А Часа Через Три После Сего Пришла И Жена Его Не Зная О Случившемся Петр 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 Спросил Я Скажи Мне За сколько Продали Вы Землю Она Сказала Да За столько Но Петр Сказал Ей Что Это Согласились Вы Искусить Духа Господня Вот Входит В двери Погребавшая Мужа Твоего И Тебя Вынесут Вдруг Она Упала Ног Его И Спустила Дух И Юноши Вошедшие Нашли Ее Мертвую И Вынесшие Похоронили Подле Мужа Ее И Великий Страх Объялся Церковь И Всех Слышащих Это Мы Начнем С того Что Обратимся К слову Что Такое Слово Утаение Само По себе Это Очень Неблагоприятный Поступок Неблагодатный Точнее И То Что Здесь Привляет Анания Он Сделал То есть Он Производил Ложь И У него Здесь Была Постыдная Своей корысти Он Сознательно Врал Святому Духу Он Обладывал Не только Святое Общество С апостолами Во главе Но Он Солгал Богу А Когда Петр Сказал Оно О том Что Ну что Здесь Проявляется Ложь И Лицемерие Он Узнал Это Все От Святого Духа Возможно Своей корысти Которая Проявляется В Анания Здесь Вложила Сатана Но И Это Проявляется Их внутренней То есть Душевностью То есть Внутри У них Была Нечистота И Вот это Постепенно У них Возрастало И превратилось В обман Некоторые Замечали И говорили Что Сатана Исполнил Сердце Анании И причем Здесь Сам Анания Если Сатана Действовал Через Него И В чем Он Здесь Виноват Своё Имение Анания Мог Не продавать Потому что Не было Никакой Необходимости В это Он Мог Также Поступить По-разному С тем Что Он Получил За Это Имение Он Мог Отдать Нищим Мог Отдать Часть Мог Все Отдать Но Здесь Фишка Не в том Что Он Отдал С Часть Своего Имения А то Что Он Солгал И От Той Сум Которую Солгал Он Отдал Часть Денега Говорится Что Они Продавали Имение Но Нигде Не Говорится Что Они Обязаны Продавать Имение Но Они Это Делали Мы Говорили Об Этому Они Это Делали Они Продавали Имение Потому Что У них Было Единое Сердце Единый Дух Значит Единое Сердце Единый Дух Они Продают Имение Скажите А вот Что Эти События Свидетельствуют О состоянии Сердца Анании Ну Это Свидетельствует О том Что Вот Семя Знак Которое У него Было Внутри Оно Давало Свои Корни И Поэтому Только Через Некоторое Время Это Как Появились Пагубные Плоды Этого Да Вот Единое Сердце У всех Сатана Вложил В сердце Мысль Солгать Духу Святому У всех Сердце Посвященное Господу Сатане Бог Извините Анании Сатана Вкладывает Сердце Мысль Солгать Святому Духу При этом Обратите Пожалуйста Внимание Что Сатана Также Побуждает Ананию При этом Казаться Лучше Или Казаться Лучше Чем Он Есть На самом Деле Казаться Более Святым Казаться Более Праведным Помните Как Иуда Объяснял Свою Заботу О Сохранении И Приумножении Богатства Когда Женщина Проявляет Разночительность Поклонение Богу Поклонение Христу Что Говорит Иуда Что С этими Деньгами Можно Было Сделать Можно Было Бы Отдать Бедным Нет Ни Малейшей Уверенности Что Он Собирался Отдавать Бедным Более Того Есть Указания Он О том Чтобы Вор Думал О том Чтобы Оставить Деньги Себе Значит Здесь Ситуация Похожа Очень Похожа На Ситуацию Иуды Когда Человек Говорит Да И Отдает Вроде На самом Деле С Его Сердца Есть Что Другое Его Сердце Есть Что Еще Хорошо Чем Ты Владел Не Твое Либо Было И Приобретенное Продажу Не В Твоей Власти Находилось Это Очень Важный Стих Подтверждает О чем Мы Сейчас Говорили Опять Так Он Не Обязан Был Этого Продавать Он Не Обязан Был Это Давать То Что Делают Это Все Остальные Не Побуждало Не Заставляло Его Он Совершенно Добровольно Без Понуждения С какой-либо Стороны Кого-то Еще Пошел На Ложь Ради Того Чтобы Показаться Человеком Богочестивым Вот Хорошо И Слышав Свои слова Она Не Пал Бездыханин И Великий Страх Объял Всех Слушавших Это А Что Сделала Его Жена Через Три Часа Пришла Жена И Она Ничего Не Знала О том Что Ее Муж Умер Это Говорится О том Что Все Люди Которые Слышали О том Что Он Умер И Присутствовали При этом Они Были В страхе Потому Что Весть Могла Разнестись Мгновенно Но Три Часа Для Них Были Скрыты Для Всех Окружающих Петр Он Дает Попытку Шанс Его Избежать Той Участи Которую Постигла Мужа Где Благодать В истории Анании Сапфиры А вот Она Восьмом Стихе Восьмом Стихе Слова Слова Апостола Петра Обращенные К ней И когда Говорят Что Она Несправедлива Пала И так Далее Смотрите Восьмой Стих Да Пожалуйста Восьмом Стихе Он Говорит Петр Спросил Ее Скажи Мне За сколько Продали Бо Землю Столько Она Сказала Да За столько То есть Он Пытался Вытащить Ее И спасти От смерти Но Она Сама Сделала Себе Приговор Она Опять Сворала И В Библии Не сказано Словами Петра Поразили Ананию И Сапфиру Или Это Было Независимо От Его Воли Непосредственно Действия Бога Но Когда Анания Был Поражен То Петр Понял Что И Сапфира Ждет То же Самое И Она Также И Спустила Дух Свой Благодаря Этому Примеру Мы Видим Что Не Все Будет Сойдет С рук Людям И То Что Кто Имел Небесное Учение И Духовную Благодать Не Сможет Быть Не Наказан Не Сможет Быть Ненаказан То Есть Обязательно Будет Наказан А То Ему Было Дано Но Он Не Воспользовался Тем Что Было Наказан Наказан